Самарская область продолжает готовиться к выборам президента Российской Федерации. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. На расширенном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги готовности региона и расставили акценты на ближайшие две с половиной недели. Оценить уровень наблюдения в регионе позволит золотой стандарт по общественному наблюдению при проведении выборов президента, утвержденной Общественной палатой Российской Федерации. Он представляет собой анкету с вариантами ответа на поставленный вопрос в формате «да-нет». В процессе выборов каждому наблюдателю предстоит заполнить этот опросник. Анализ собранной информации покажет качественный уровень наблюдения. По результатам будет выстроен рейтинг наблюдения в регионах. Именно благодаря наличию этого золотого, подчеркиваю, стандарта, мы будем в цифрах, в статистике, в динамике этих цифр знать на территории Самарской области, насколько у нас меняется в целом вот наше наблюдательное сообщество. Общественный контроль готовности избирательных участков региона к голосованию и их доступность для всех категорий граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности штаба. На этой неделе члены штаба осмотрели избирательные участки в Новокуйбышевске и Чапаевске. Впечатление, конечно, замечательное, потому что люди встретили меня с улыбкой, то есть видно, что готовы. Избирательные участки находятся в проступных помещениях. Они находятся вблизи общественного транспорта, поэтому людям будет очень легко до них добираться. И также возле каждого избирательного участка имеется парковка. Для маломобильных граждан на избирательных участках везде абсолютно имеются пандусы. Пандусы причем очень удобные. 17 февраля стартовало адресное информирование избирателей. В нем задействованы более 8,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день обошли 74% домовладения региона. Гражданам разъясняются все нюансы, связанные с выборами. На заседании штаба подвели промежуточные итоги работы горячей линии. Операторы колл-центра принимают и обрабатывают обращения граждан по вопросам избирательного законодательства и процесса голосования. С помощью горячей линии решаются и вопросы бытового характера. На сегодняшний день операторами принято 26 обращений. Почти 32 тысячи заявлений поступило по мобильному избирателю. Сменить участок для голосования можно, обратившись в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или посредством портала госуслуги. По словам экспертов, президентская избирательная кампания этого года отвечает требованиям законодательства. На данный момент наша избирательная кампания идет в рамках профессиональных требований со стороны организаторов и политической сдержанности, которую демонстрируют акторы этой избирательной кампании. За легитимностью и прозрачностью избирательного процесса на каждом его этапе следит общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического Института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Константин Головин. События.